Талалая, ты здесь прекращай всякие испытания. Свинёнок твой мутантом оказался. Глаз мне подбил и кортик отобрал. О! Жёнушка моя дорогая, здравствуй, птичка моя. Ну, что принесла в клювике? Как опять? Ты мне мстишь, да? Ты мне мстишь. Ну, давай ещё раз вспомним, как было дело. Ну, давай, прокрутим. Мы поехали в лес на шашлыки. Ты пошла за хворостом, я за мясом. Когда смотрю, ты бежишь, как угорелая. Я ещё подумал, наверное, проголодалась. Смотрю, а бежишь ты как-то зигзагами. И глаза впереди тебя бегут. Последний раз ты так бегала, когда дедушка пули перевернул. Я раньше не думал, что женщины могут так быстро бегать на четвереньках. Смотрю, за тобой гонится кабан. Красавец. Клыки в полметра. Тебе всегда везло на самцов. Ты спрашиваешь, почему я залез на дерево? Я не хотел вам мешать. Твой кабан, ты разбирайся. Почему я не бросился на помощь? Я засмотрелся. Как грациозно ты перепрыгиваешь через деревья. Почему последняя Олимпиада прошла без тебя? Ты бы выиграла прыжки с шестом даже без шеста. А как ты пыталась обмануть кабана? Прыгнула в дупло и притворилась кукушкой. Ты куковала ровно час. Интересно, кабан поверил, что он столько проживет? Дорогая, я открыл в тебе много талантов. Раньше я был уверен, что наш слесарь Петр Фомич непревзойденный мастер по нецензурной лексике. Это раньше я так думал. Помнишь, когда ему прищемило пальцы трубой? Ты помнишь тот часовой монолог? Где самыми приличными были предлоги «в» и «на». Так вот, дорогая, по сравнению с тобой, он просто мальчик. То, что мы услышали с кабаном, это были даже не трехэтажные. Это были небоскребы. Ты спрашиваешь, почему я никого не позвал на помощь? Кто поможет кабану? Почему я не позвонил по мобильному? Я звонил тебе. Мне сказали, абонент временно недоступен. У тебя под конец уже не было сил? А я тебе говорил накануне ночью, давай лучше спать. Завтра будет трудный день. Как в воду глядела. Как эффектно ты висела на березе. Потом руки затекли, и ты вцепилась в ветку зубами. Я еще спросил, что ты делаешь? Ты сказала, сок пью. После чего рухнула прямо на кабана. Кабан испугался. Ты видела, ты же гналась за ним по горячим следам. Нет, тебе было мало. Ты вырвала пень и метнула. Кабан пригнулся. А я не успел. Так вроде мы квитые. Нет, ты пятый день приходишь сюда. В отделение дравматологии. Приходишь полюбоваться на мою сломанную челюсть. И пятый день приносишь, зараза, орехи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова